Здравствуйте! Меня зовут Жанна Ахметова. Я являюсь координатором штаба демократического выбора Казахстана. Я занимаюсь организационной политической деятельностью. И я бы хотела сегодня с вами поговорить о том, что произошло в стране. Мы знаем, что 1 мая Казахстан вышел на протесты, и эти протесты впервые в истории Казахстана за много лет стали массовыми. Это все происходит, потому что ведется большая работа, работа ведется политической силой, демократический выбор Казахстана. И эта работа идет на протяжении двух лет. Мы очень долго и кропотливо разоблачали режим. Мухтар Аблязов ежедневно в прямых эфирах рассказывал о том, сколько этот режим натворил преступлений, сколько украл, сколько людей пострадало от этого режима, какие у этого режима планы, сколько он захватил наших национальных богатств. Более того, дальше мы рассказывали о том, каким может быть Казахстан, если мы сменим эту власть мирным путем. Ежедневно мы показываем, каким может быть будущее Казахстана. Ежедневно мы рассказываем, как устроены демократические общества, какие будут у нас законы, начиная от наших зарплат и заканчивая тем, как нам будут предоставлять обучение, лечение. Мы говорим о том, что каждый человек в стране, который попал в долговые ямы, должен получить амнистию кредитную. Мы говорим о том, как будет устроен бизнес, мы будем говорить о том, как будет устроена политическая система, как мы будем выбирать Акимов, как мы будем выбирать депутатов. Мы говорим о том, что в нашем Казахстане, в новой системе будет парламентская республика, где все решения будет принимать народ, где не будет должности президента, где не будет такой возможности узурпировать власть на 30 лет, которую создал Нурсултан Назарбаев. Разница в политических системах. Система Нурсултана Назарбаева построена на диктатуре. Это тоталитарный режим, который все присвоил, присвоил, включая наши жизни, наши голоса. И мы предлагаем построить страну, в которой все будет решать народ. Построить такую страну, когда узурпация будет невозможна ни в одном направлении, ни в одном секторе нашего государства. И тем более невозможно будет узурпировать политическую власть. Мы хотим построить парламентскую республику, где каждый голос будет из народа. И вот сейчас, когда мы на протяжении двух лет постепенно, последовательно создали это протестное движение, и это движение начинает выходить во всех городах, организованно, слаженно, по всему Казахстану, создавая мощный протестный накал. Да, действительно, у нас появилось гражданское общество, у нас появились гражданские активисты, которые готовы сегодня защищать свои права на улицах. И это все разные люди, объединенные единой целью. Все хотят иметь справедливую власть, все хотят иметь работающие законы, и все хотят иметь право выбирать. И повестку выборную задали не мы, выборную повестку задала сама власть именно в эти дни и в этот момент. И те люди, которые сегодня выходят с требованием, у нас есть выбор, они говорят о самом главном выборе. Они говорят о том, что они хотят новую политическую систему, при которой у каждого человека будут работающие права. Я бы хотела сказать вам, что все эти процессы необратимы. Демократия Казахстан придет. Мы видели тысячи людей на улицах наших городов 1 мая. Это только начало. Дело в том, что такая работа, она необратима приводит к тому, что такие действия приводят к тому, что мы находим единомышленных. Мы открыли людям глаза. Мы показали, как можно жить иначе. Более того, это все сегодня демонстрирует весь мир. По всему миру, идут перемены. Мы видим, как в наших соседних странах проходят эти перемены. Грузия, Армения, Украина. Везде появляется свобода, появляется свободный выбор. И нет такого понятия, как карусели или принудительные подписи и так далее. Здесь появляются честные выборы. 9 мая демократический выбор Казахстана снова проведет акции протеста. 9 июня, 10 июня мы будем стоять на площадях до тех пор, пока не скажем, не докажем всему миру и самим себе, что эти выборы нелегитимны. 95% населения сегодня устранены от возможности избираться и быть президентом страны. Это привилегия. Это стало привилегией для госслужащих. Это стало привилегией для тех, кто является последователем Назарбаева. И вообще это привилегия Назарбаева. Он устроил это все таким образом, чтобы власть всегда оставалась в его руках. Но мы хотим, чтобы у нас был выбор. Мы хотим, чтобы завтра в Белетнях были те люди, которых мы знаем, те люди, которых мы уважаем. Чтобы этих людей народ мог выбирать и чтобы за этих людей народ реально мог голосовать. Чтобы там был Макс Бакаев, чтобы там была Ася Тулесова, чтобы там был Мухтар Аблязов, чтобы каждый из нас мог проголосовать за того, кого мы выбрали. И я призываю всех сегодня опомниться и почувствовать, как близко мы подошли к той черте, которая может завтра изменить всю страну. Буквально завтра все это может измениться. Достаточно нам с вами сделать правильный выбор. Выбирайте протесты, выбирайте единство с народом, выбирайте свой голос, выбирайте честность и правду. Идите на площади, выходите вместе с нами на наши акции и говорите то, что нам запрещал этот режим многие годы. 30 лет могут рухнуть в один день. Для этого просто всем нам надо объединиться и быть в одном месте на наших площадях. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА